Привет, друзья! Вы на канале Алга Петербург. В студии Саша Карельский, Ваня Червинский. Салям до стар, Калай Сындар. Ваш казахский все лучше и лучше, Иван. А это значит, что мы можем перейти к нашей пятничной беседе. Тем более, Ваня, очень много новостей, которые буквально требуют от нас, чтобы мы их обсудили вместе с нашими друзьями. Ты готов? Да, а у тебя в новостях есть интересные новости о том, что можно почитать? Что можно почитать? Классическую литературу. Классика всегда в моде. Почти. Друзья, на нашей страничке в Яндекс.Дзен есть несколько новых статей. Например, одна из них про Лару Фабиан. Если кто еще не подписан на наш Яндекс.Дзен, заходите и обязательно почитайте. Ну, можете классику тоже, конечно, почитать. Я хотел бы начать нашу беседу с такого праздника, как Международный день знаний. Все вы знаете, 1 сентября прекрасная пора, осень, детишки пошли в школу грызть гранит науки, постигать все мыслимые и немыслимые законы. Вот. Чем примечательна эта история для нас? Тем, что и в Казахском национальном университете искусств тоже, безусловно, был праздник. Правда, он прошел в онлайн-режиме и Димаш был в качестве приглашенных гостей, где, на мой взгляд, толкнул замечательную речь про своих соотечественников, про преподавателей этого вуза. Об этом, собственно, есть небольшой фильм, который я рекомендую вам посмотреть, но самое примечательное... Началась реклама. Это так, вскользь, вскользь. Вот я про дзен аккуратно, тактично намекнул, а Саша на каждую беседу начинает рекламировать все выпуски. Ну, хорошо, ладно, и что там? И что самое важное, что мы-то с Ваней с тобой давно уже ничему не учимся, а Димаш решил продолжить обучение, и есть шанс, что в 2001 году Димаш официально станет доктором музыкальных наук. Ну, мы можем поздравить Димаша с тем, что он теперь станет, получается, если... Вновь абитуриент. Почему? Потому что среди вот поступивших на доктор Антуру в Казахский национальный университет на 2020-2021 год, среди них есть фамилия Димаш Кудайберген. Саша, ты знаешь, что для того, чтобы стать доктором, нужно определенный объем работ в исследованиях провести? Угу. Я думаю, что Димаш обязательно всерьез возьмется за исследование вот казахской национальной музыки, потому что мы знаем, что он очень к этой теме неравнодушен. Тем более, он сейчас пишет альбом, да? И я думаю, что это одно с другим будет очень хорошо сочетаться. Ну, он же философ. Это же степень философа. Доктор философских наук. Ну, а кто, Ваня, запрещает в музыке пофилософствовать? Я считаю, что это очень хорошо. Тем более, Ваня, если он действительно станет доктором, то получается, что он официально сможет музыкой лечить человеческие души. Чуть-чуть очень красиво сказано, но чуть-чуть это, наверное, не связано. Но я могу сказать, что мы когда разговаривали с Асхатом Меймировым, он тогда уже говорил, что Димаш философ. И в этом даже не стоит сомневаться, потому что иногда те размышления, которые он демонстрирует и в своем Инстаграм, и в интервью, действительно говорят о том, что человек достаточно зрелый, несмотря на свой юный возраст. Об этом, кстати, упомянул и Хизри Аюбович в новом фильме, который вышел на канале Хабар. Фильм называется «Димаш. Вдохновение». Так вот, он как раз и рассказал, что, летая с этим артистом по гастролям, очень часто ему удается с ним беседовать. И порой его Димаш удивляет в своих суждениях. Он говорит о том, что как будто бы человек прожил взрослую жизнь. Ну, я думаю, что это, конечно, связано с его великолепным образованием, с тем, что его родители, я имею в виду бабушку и дедушку в этом плане родителей, я думаю, что многое вложили. Ведь когда ты, знаешь, есть вот такое, когда ты общаешься с более старшим человеком, то как бы более старший человек, он отдает часть знаний. Это такой закон сообщающихся сосудов. Да, да. А, соответственно, молодой человек, который вот общается, он отдает чуть-чуть свою молодость. Возможно, поэтому Терри Лин и Джеки Чан очень любят, например, с Димашем пропустить чашечку кофе или чая. Слушай, вот действительно, в твоих словах есть доля истины. И вот раз уж мы заговорили про тему Димаш Шоу «Вдохновение», буквально недавно вышел анонс, что появится еще и четвертая часть. Вот, поэтому нас ждут прям приключения настоящие. Но пока из тех видео, которые... А известно о чем? Я пока не вникал в суде этого вопроса. Может быть, друзья нам подскажут, напишите, о чем будет четвертая часть. Но из того, что я видел, мне кажется, что третья часть на сегодняшний день является самой такой мощной, самой глубокой. И я бы, конечно, проголосовал бы за вторую часть, если бы там не было кадра с твоим участием. А мне кажется, наоборот, вторая часть... Ну, фильм не весь хороший, я могу так сказать. Но есть несколько моментов, один из них на второй минуте 50-й секунды. Вот. Но раз уж мы заговорили про эту передачу, предлагаю более детально затронуть некоторые вещи. Потому что там, в частности, был такой некий... Не спор, а разность мнений. Дело в том, что Александр Рева, известный российский шоумен, сказал, что видит Димаша в мюзикле. В том, что он там может очень здорово раскрыться. Потому что он видит, насколько Димаш артистичный, насколько богат его пластический мир, голосовой мир. И что он может действительно очень круто раскрыться в таком жанре, как мюзикл. А Хизри Аюбович, наоборот, считает, что для него подходят исключительно масштабные мероприятия, стадионные мероприятия. Вот ты на каком бы стадионе мог представить выступление Димаша? Я думаю, что вот на Маракане, я думаю, что сейчас наши латиноамериканские зрители, наверное, меня поддержат. Да, мне кажется, что на вот этом стадионе он достаточно вместительный. В 1070, наверное, там поместится? Ну, я думаю, что даже с условиями, в которых мы сейчас находимся, когда нужно соблюдать дистанцию, я думаю, что там достаточно много зрителей может поместиться. Потом у этого стадиона есть богатая история. Например, Пеле. Там играл в футбол не один раз, показывал мастерство. Поэтому там все, что умеет Димаш, я думаю, что неплохо подойдет. А я вот еще... Ну, я согласен, между прочим, и с тем, и с другим мнением. Я раскрою его более подробно в нашем Instagram, онлайн-стриме, который мы проведем обязательно в пятницу вечером. Поэтому не пропустите после беседы. Правильно? Сегодня, что ли? Да, да, сегодня. Вот. А сейчас я бы хотел еще затронуть такую тему. Помнишь, когда у Димаша был такой отличный период, когда одна за другим выходили композиции на итальянском языке? Это вот работа с Игорем Крутым, песня «Олимпика», «Пассионы». И я почему-то подумал, что эту тему ни в коем случае нельзя отпускать, а наоборот, трансформировать ее в такой полномасштабный какой-то концерт, который мог бы пройти в Европе с классическим оркестром, со знаменитым режиссером, чтобы это все было вот в рамках классики. Где-нибудь в Италии, да? Я бы предложил все-таки Францию. Знаешь почему? Потому что я вот тут поинтересовался. Оказывается, есть такой замечательный советский и российский дирижер, скрипач и педагог Владимир Теодорович Спиваков. Почему я решил взять именно этого кандидата? Во-первых, в 2006 году Владимир Теодорович удостоился звания артист мира ЮНЕСКО. А мы знаем, что Димаша тоже неоднократно хотели выдвинуть. Мы знаем, что он туда в гости приезжал, пока что познакомиться. Пока да, в Америке. За выдающийся вклад музыканта в мировое искусство, его деятельность во имя мира и развитие диалога между культурами. Также интересный факт, что 1997 года Спиваков играет на скрипке работы Антонио Страдивари, переданной ему в пожизненное пользование меценатами, поклонниками его большого таланта. А в 1984 году получил знаменательный подарок от Леонардо Бернстайна. Его дирижерскую палочку. И с тех пор этой дирижерской палочкой маэстро не остается никогда. То есть это специалист высокого класса. Но что самое примечательное, он сейчас занимается в роли организатора международного музыкального фестиваля, который проходит во Франции. Город Кальмар. Очень легко запоминается, как закуска к пиву. Может быть у кого-то другие ассоциации. Кальмар вообще-то такая футбольная команда есть. Но не всегда это связано с пивом. Кальмар очень хорошо сочетается и с белым вином. Вот так. Для тех, кто не пьет алкогольные напитки... С чаем с молоком. Ну, с молоком довольно рискованно будет. Но вот, например, с минеральной водой очень тоже прекрасно будет сочетание. Так вот, что самое интересное, что как раз этот международный музыкальный фестиваль, его руководителем на сегодняшний день является как раз Владимир Спиваков. И в этом городе в начале июля, первые две недели, это просто праздник классической музыки, куда люди собираются со всего мира, приезжают с Японии, с Австралии, с Америки. Более 10 тысяч зрителей. И там происходит концерт мировой классической музыки. Каждый фестиваль по идее Владимира проходит, приурочен к какому-то культурному деятелю в области классической музыки. И что самое интересное, там же играют сборные. Вот как в футболе есть сборные. Точно так же там собираются лучшие музыканты со всего мира. И это мероприятие освещает даже Нью-Йорк Таймс. И вот представляешь, если бы Владимир Спиваков всерьез задумался над такой идеей организовать музыкантов, пригласить Димаша как исполнителя классической музыки. Я бы с удовольствием послушал, например, композицию «Дайди Дао» под симфонический оркестр, композицию «Самал Тао». Я думаю, это были бы шедевры, которые вошли бы в историю музыки. Ты знаешь, Саш, что ты сейчас что-то описываешь такое для гурманов. То есть это не для всех, это для определенного круга лиц. Вот я думаю, что как раз на нашем канале собрались именно такие люди, которым такого рода концерт был бы очень интересен. Потому что вспомни, что творилось, когда Игорь Яковлевич Крутой придумал ледовое шоу в свой юбилейный вечер. Ведь сколько было обсуждений! До сих пор вспоминают этот потрясающий праздник ума, сердца, души. И пересматривают этот чудесный концерт. Кстати, Саша, мы с тобой сейчас заговорили о гурманах. И у нас тут и кальмар проскочил, и много чего другого интересного. Я, знаешь, какую новость получил недавно и хочу поделиться. Дело в том, что... Если ты помнишь, такой есть режиссер и автор, автор песен, да? Пьер Джузеппе Зая, фильм, который мы очень давно ждём. Конечно. И дело в том, что наша подруга Эстер поделила со мной вот такой информацией. Значит, Пьер Джузеппе Зая обещал, что он сможет сделать физические CD-диски с саундтреком. Но они не будут предоставлены для всех. Их можно будет заказать, как, знаешь, какой-нибудь деликатес, например, трюфель. Среди узкого круга лиц. Да. Это такой секретный клуб. В общем, этот CD-диск можно будет заказать только по электронному адресу. Но заплатить надо. Это минус 25 евро. Но будет диск с саундтреком, да? Будет диск, на котором будет саундтрек. И самое главное, что это настоящий деликатес. Потому что он будет только у тех, кто, получается, напишет на электронную почту. То есть, его не будет в открытой продаже. Да. Ну, это интересно. Это такие вещи, действительно, для коллекционеров, которые... Для DRS. Потому что вот Пьер Джузеппе, он сказал, что это будет продажа только для DRS. Класс! Так что, друзья, если вы DRS, да? Если у вас есть желание, то следите за новостями. Я думаю, что... Я думаю, что ты знаешь, с чем это связано? С тем, что Пьер Джузеппе, он не хочет какой-то коммерческий интерес с этих дисков поиметь. Вот. А я думаю, что он хочет просто сделать приятное для тех, кто... Кому это нужно? Да. Для тех, кто хочет именно на физическом носителе. В наше время, когда в основном уже всех слушают на телефоне. Вот. Это, знаешь, вот мне что напомнило. Вот ты можешь быть гурманом и любить, например, вот кальмар, обжаренный в сливочном масле с чесночком, чтобы туда еще несколько капель вина добавили для того, чтобы аромат разыгрался. А можешь любить фастфуд? Ну, вот быстро пошел бургер в Макдональдс. Это реклама? Нет? Нельзя нам только говорить? Ваня, а если я люблю баурсак, то я в какой категории? Для тебя баурсак получается деликатес. Потому что ты его каждый раз не ешь. И ты уже получается искушенный человек. И то же самое в музыке. Не каждый может сразу понять вкус музыки Димаша. Абсолютно верно. Всем нужно что-то быстрое, чтобы получил там какой-то «пам-пам-пам», расколбас. И все, ты пошел. Потому что музыка, эта музыкальная энергия, она такая же, как энергия каких-то продуктов. Ты можешь есть стейк из мраморной говядины, которая 300 дней паслась на лугах Швейцарии. И только травяной откорм, никакого зерна, никаких дополнительных ГМО и все такое. И ты вот можешь вот этот стейк есть, запивая бокалом какого-нибудь французского вина. А можешь пойти и купить котлет в заморозке, быстренько их пожарить, съесть. Но если ты не знаешь вкус этого стейка, то тебе не будет его хотеться. Ты будешь готов каждый день, если вот эти котлеты, понимаешь? Или, например, молодой швейцарский тоже сыр. Причем там есть и молодой, и есть уже постарше. Там они отличаются внутри консистенции. Я понял, что к хорошему привыкаешь быстро. Ну, примерно так же, как в детстве к оливкам. Да, да, да. Первый раз пробуешь, и ты думаешь, что это? А потом, когда распробовал, да, уже совершенно другой эффект. Ну, оливки. И я думаю, что мы сейчас плавно подходим к десерту нашей беседы. А именно, объявлен традиционный конкурс песни, где мы голосуем за самую прослушиваемую песню Димаша в августе. Очень интересно, как для вас прошел этот месяц, и как он отразился на ваших вкусах и предпочтениях. Конкурс уже вовсю идет, поэтому заходите вот здесь вот по ссылочке, смотрите и напишите. Вот здесь. Вот здесь. Вот здесь, да. И напишите, пожалуйста, три песни, которые вы чаще других, более особым энтузиазмом слушали в этом месяце. А результаты мы подведем в конце недели. Саша, ты какие песни больше всего слушал в этом месяце? Ну, разумеется, Кайран Елим. Это та песня, которая, ну, не может оставить никого равнодушной. Вот. Я часто ее очень сравнивал с Амалтао. Поэтому это вторая песня, за которую я голосовал. И третья. Я себе не изменен. Любовь похожая на сон. Слушаю сам и ставлю подросткам в чат-рулетки. Я вот только хотел сказать свои три песни, потому что именно они играют в чат-рулетки на канале Эхо Питера. Но теперь не буду, потому что ты уже сказал чат-рулетка. Друзья, вы можете узнать, какие у меня были любимые песни в этом месяце. Если перейдете на самый лучший международный канал с названием Эхо Питера. Да. Ну, лучший из лучших, получается. Всего один же канал сейчас с названием Эхо Питера. Вот. На лучший из лучших каналов. И там есть интересные выпуски, в которых я показываю незнакомым людям творчество Димаша. И есть там те, которые тоже, кстати, любят фастфуд. А есть те, которые настоящие гурманы. Но туда стоит переходить только после того, как вы посмотрите все передачи свежие на канале. Алга Петербург. Да. А, кстати, ты затронул очень серьезную проблему, друзья. У нас не появляется напоминание. Мы снова попали в какую-то зону турбулентности. Кажется, наши доброжелатели активно жалуются на наши выпуски. Опять мы кому-то... Ну, уже 60 тысяч друзей собралось. Близко-близко. Уже почти 100. Поэтому, я думаю, уже сезон охоты открыт. Сезон грибов, сезон охоты, все близко. Друзья, в связи с этим обострением, надо, наверное, нам попросить, чтобы вы могли передавать наши видео друзьям. Потому что все-таки не все видят напоминания. Да, делитесь, пожалуйста. Оставляйте комментарии. Это поможет видео выходить чаще и выходить в тренды, чтобы все могли их видеть. Всем спасибо за беседу. До свидания и до новых встреч. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok